Ну опять-таки, наше телевидение, я уже давно работаю на телевидении, наше телевидение, конечно, за последние десятилетия претерпело очень большие изменения, и очень существенные изменения, и мы это все знаем, видим, особенно те, кто давно работает на телевидении. Вот, и, в общем, я неплохо знаю так историю телевидения, и откуда что пошло, и иногда сравнивают вот нынешнее телевидение со старым телевидением, да, иногда, чему я, что я не приветствую, вот такое, получается, брюзжание, понимаете? Вот, раньше было, вот, и трава была зеленее, и вода голубее, и все, ну, все было просто, все было, все по-всякому было, по-всякому все было, но в целом, если убрать пропагандистские, идеологические всякие вопросы, да, и вот и составляющие, то наше телевидение было очень качественным, очень хорошим, об этом говорили не только наши знатоки, об этом говорили зарубежные телевизионщики и критики, оно было качественным, на нем работали талантливейшие люди, они были первооткрывателями, они очень многое вот привнесли в сам процесс, это действительно, это было творчество, и телевидение было больше направлено к человеку, потому что оно несло в себе меньше развлекательности, чем сейчас, но оно несло и информативность, оно было информативным, но оно несло и воспитательную, и познавательную функцию, и радио, кстати говоря, и радио, вот масса людей, ну уже старше 18-ти, помнят еще эти родильные передачи, где, например, сказки для детей, опера для детей, музыка для детей, спектакль для детей на радио, делались такими людьми, такими актерами, и вот это как запало в голову, это стало основой, это классика вся была, это была классическая музыка, это самое лучшее, это было самое лучшее, Вот, понимаете, а что, что пришло на смену? Да, прекрасные, яркие, по картинке просто немыслимые передачи с эффектами, просто сумасшедшими какими-то, которые, ну, не мыслили на старом телевидении, но ведь они же, во-первых, они все заимствованные, они все заимствованные, они не у нас родились, и четко прописано, кто есть кто, какой, какого цвета, какая музыка, чем началось и чем закончилось, все прописано, да, проходит, проходит, прекрасно, но один из, как уже сказать, апологетов нашего телевидения когда-то сказал, никакой воспитательной, никакой познавательной функции телевидение нести не будет, только информация и развлечение, только. Вот мы сейчас видим информацию и развлекательные программы, в основном развлекательные. Кто-то, ища свою нишу, ища свой формат, находит ее в бесконечных криминальных сериалах, передачах, ну, вообще, я не знаю, я не знаю, из каждого утюга там вообще лезет криминал, кто-то в чем-то другом, кто-то в сексе, кто-то в такой молодежной развлекательности, понимаете? Ну, вот не хватает нашему телевидению, на мой взгляд, вот не хватает этой воспитательной, познавательной функции и отсутствия, вот, вернее, и доброты не хватает. Телевидение стало очень агрессивным, очень агрессивным. Вот что бы оно ни делало, даже развлекательные передачи, посмотрите, конкурсы, они же все-таки, это темп, это агрессивность какая-то, это прям вот выдрать друг у друга. Хотя есть, конечно, очень хорошие, это зависит от создателей и от исполнителей, когда приглашают очень творческих, очень талантливых людей, они не могут сделать плохо, они делают это хорошо, они делают это искренне, качественно, как бы им поставлена такая вот актерская задача, и они в рамках вот этой актерской задачи, они делают это хорошо. Но вот, как бы, те, кто работает давно, да и недавно тоже, вот сходятся, ну вот сходятся в этом мнении, в чем разница, не в том совсем, что там была цензура, не была цензура, мы давайте не будем рассуждать на эту тему, потому что мы не знаем, что есть сейчас, как было тогда, мы знаем, что сейчас, мы не знаем. Поэтому на эту тему лучше не рассуждать, а лучше подумать о том, вот дети смотрят, например, я всегда с печалью вижу, когда вот мой внук совсем маленький, он еще мало что понимает, но когда дети, ну вот там дошкольного возраста, и наше телевидение смотрит, да, вот показывает вроде бы безобидные мультфильмы, да, мультики, мама родная, ну какие же они страшные, у них же такие страшные рожи, потому что они все компьютерные, рты квадратные, глаза квадратные, нечеловеческое это, нечеловеческое. И посмотрите, вот я советую всегда, покупаю внуку своему наши старые, старые, советские, диснеевские фильмы, да, где есть какие-то аллегории, где есть четко борьба добра со злом, добро побеждает, где герои обаятельные, где видно, кто положительный, кто не очень. Вот это, это пример, это вот пример вот с таких вот молодых ногтей. Все-таки мы окружены таким количеством электроники, таким количеством, как сейчас говорят, гаджетов, этих устройств, без которых мы действительно уже не можем функционировать, мы не можем без них работать, мы не можем без них жить, но мы не должны туда погружаться. Вот эта действительность виртуальная, она не должна нам затмевать, детям нашим не должна заслонять натуральную, настоящую действительность. Вот в этом должна быть какая-то очень четкая пропорция. Это и с педагогической, и с нравственной, и с медицинской точек зрения, со всех точек зрения. Вот какая-то должна быть пропорция, чтобы вместе с помоями не выплескивать и ребенка.